Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Творчество Осипа Мандельштама вспоминают за рубежом. Александр Солженицын из-под глыб «Новый взгляд на жизнь и творчество писателя». Школьники из Болгарии присоединяются к проекту «Моя Россия». А теперь более подробно об этих и других новостях. Строки его стихотворений пронизаны смыслами, а за тонкой лирикой скрываются символы XX века. Осип Мандельштам вошел в русскую литературу как один из самых ярких и легендарных авторов. В его творчестве отразились настроения и перемены тревожного времени. 130-летие со дня рождения писателя отмечают в разных странах мира. Он следовал принципам не только в жизни, но и в литературном искусстве. Не боялся резких слов и осуждения. В творчестве открыто выражал неприязнь к политическому режиму. Лирический герой Мандельштама во многом автобиографичен. Подобно автору, он борется с действительностью и противостоит новым ценностям. Одно из последних стихотворений «Ленинград» буквально предсказало драматический исход событий в судьбе писателя. В 1934 году в петербургской квартире Осипа Мандельштама произошел обыск. Поэта арестовали, отправили в трехлетнюю ссылку, а вскоре после выхода на свободу задержали вновь. Но из лагеря Мандельштам уже не вернулся. Петербург! Я еще не хочу умирать! У тебя телефонов моих номера! Петербург! У меня еще есть адреса, по которым найду битвецов голоса! Я на лестнице черной живу, и висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Наследие Мандельштама исследуют не только в России, но и за рубежом. Первая в мире улица, названная в честь поэта, появилась в Варшаве. Осип Мандельштам родился в Польше, и его творчество здесь особенно ценят. На стихотворения поэта создают песни и ставят театральные постановки. 130-летие со дня рождения Осипа Мандельштама отмечают и в Венгрии. В Русском центре Печеского университета прошел творческий литературный вечер. Сотрудники и гости читали стихотворения поэта, а также анализировали его вклад в наследие Серебряного века. Школьники из Болгарии впервые примут участие в фестивале исследовательских работ «Моя Россия». Юные ученики расскажут об истории русско-болгарских отношений, культурных связях и главных достижениях двух стран. Организаторы седьмого фестиваля проектных и исследовательских работ «Моя Россия» привели рабочую онлайн-встречу в стенах русского центра региональной библиотеки имени Захария Княжеского. Здесь члены жюри и кураторы конкурса обсудили главные нововведения этого года. Ранее в культурно-образовательном фестивале принимали участие только российские школьники. Ежегодно ребята занимались исследовательскими работами и изучали историю своей страны. В этот раз к ним впервые присоединятся учащиеся из болгарского города Старозагора. Новые участники должны будут разработать проект в виде доклада и видеопрезентации на одну из тем. Герои России и Болгарии. Болгаро-русские связи во времена русско-турецкой освободительной войны. Дело Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и культуры в Болгарии и России. Оценивать работы будет экспертное жюри, в состав которого входят преподаватели Российского университета имени Косыгина в Москве. По мнению организаторов проекта, такие мероприятия будут способствовать вовлечению молодежи в процесс культурно-патриотического воспитания. Подлинные рукописи, архивные фотографии и документы помогут погрузиться в мир всемирно известного писателя Александра Солженицына. Онлайн-экспозиция раскроет личные тайны и покажет биографию Солженицына с еще неизвестной для публики стороны. Еще в студенчестве он увлекался творчеством Рембрандта, писал курсовые работы о наследии Сурикова и Кепренского. Особенно любил музыку. Больше всего его привлекали симфонические и фортепианные произведения. Главные спектакли той эпохи, Вишневый сад, Дни турбиных – все это оказало неподдельное влияние на творчество и мировоззрение писателя Александра Солженицына. Как сложилась его судьба, что стало поворотным моментом в биографии будущего лауреата Нобелевской премии, доподлинно смогут рассказать только личные воспоминания. В распоряжении Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина оказался целый каталог уникальных экспонатов, которые буквально проведут по жизненному пути Александра Солженицына. Гости виртуальной выставки увидят все своими глазами. Детство, студенчество, страшные картины войны, лагеря-ссылки, историю первых публикаций в мире литературы, а после – изгнание из Советского Союза, жизнь за рубежом и, наконец, вновь возвращение на родину. Этот виртуальный тур стал своеобразным символом благодарности писателю за его труды, тяжелые страдания в погоне за правдой, веру в русского человека и силу искусства. Организовать проект удалось благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации, Государственного изобразительного музея искусств имени Пушкина, а также архиву Александра Солженицына. Посетить выставку можно в онлайн-режиме на сайте www.soljenitsyn-exhibition.ru Свою первую благотворительную экскурсию для детей провел Московский музей «Дедушкин чердак». Юные посетители познакомились со старинными предметами обихода, попробовали завести граммофон и даже напечатать стихи на пишущей машинке. В стенах Измайловского Кремля не так давно появился первый в России интерактивно-развлекательный музей. Здесь дети с увлечением рассматривают предметы антиквариата, бытовые приборы и пытаются понять, для чего же нужны все эти старинные вещи, которые некогда были в каждом доме. И мы думали, ну из старых вещей, наверное, они там не видели номер-набиратель на телефоне, наверное, они там только пластинку там... А оказывается, даже простые вещи, которые нам кажутся простыми, трубка телефонная, они не знают, что с ней делать. Подходят и голове им все это прикладывают к красным местам, не понимают, что ее там к уху надо приложить, в нее можно разговаривать. И вообще, говорят, а почему она трубкой называется? Это же на банан похоже. Кто ее назвал трубкой? И вот такие вот странные вещи, казалось бы, нам не очевидные. Они вот... Это не то, что это редкий случай, я рассказываю, да, а это вот каждый день то, с чем мы сталкиваемся. На дедушкином чердаке посетители приобретают полезные навыки. Волонтеры учат ребят обращаться с техникой, проводят мастер-классы и образовательные лекции. Особое внимание учредители музея уделяют детям из интернатов, детских домов и малообеспеченных семей. Так, 23 января в музее прошла первая благотворительная экскурсия. Помочь в организации смогли все желающие. Средства собирались на платформе планета.ру. На самом деле, мы получаем сначала буквально открытие, получаем запросы от всяких благотворительных организаций, которые патронируют семьи многодетные, малообеспеченные семьи, детские дома. И все просят провести бесплатные экскурсии, бесплатные мастер-классы. Но, к сожалению, мы рады бы это сделать, но, к сожалению, и так музей не приносит доход, он, скорее, тратит деньги. Поэтому мы не в состоянии были это сделать. Поэтому решили, что нужно собрать на краунфодинговой платформе с народным финансированием. Первый раз такой опыт. До этого ничего не пробовали делать. Были идеи, но ничего не пробовали делать. И, в общем, сразу более-менее получилось. В будущем интерактивный музей «Дедушкин чердак» планирует продолжать добрую традицию и проводить подобные акции. Поддержать проект можно также на сайте планета.ру. В награду за такую социальную инициативу музей предлагает фирменные сувениры и спонсорские дипломы. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру. До новых встреч и до свидания.